Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этой неделе Ну что ж, пока лидирует Дима, но огорчаться и радоваться еще слишком рано потому что соперника мы определим только в конце этой игры Ну а я предлагаю приступить к нашему первому испытанию Ребята, сегодня, как и в предыдущие три дня, мы с вами будем говорить на медицинскую тему о тех правилах, которые нужно, придерживаться которых, чтобы оказать себе первую медицинскую помощь Ну или хотя бы не навредить Но об этом чуть позже расскажет наш хороший знакомый доктор А сейчас наше первое испытание У каждого из вас на стенде есть несколько небольших картинок Вам из них нужно выбрать те, которые имеют отношение к медицине Которыми можно помочь себе, если вдруг случилось какое-то непредвиденное плохое обстоятельство Итак, вы по одной картинке берете, приносите мне, кладете на стол И только после этого отправляетесь за следующей картинкой Когда вы принесете все картинки нужные, которые посчитаете Я буду вам присуждать фишки За каждую правильную картинку одну фишку И за скорость, кто быстрее принесет все картинки правильные, тоже еще одну фишку Все понятно? Ну что ж, тогда давайте начинать Носим правильные картинки, которые имеют отношение к медицине Итак, начали По одной картинке берем Которая, так Все, за следующей отправляйся, клади на стол За следующей отправляйся На скорость это задание, Алиса Так что время терять нельзя Так, каждый в свою стопочку складывает Хорошо Ребята, финал, финал Работаем на скорость Нам же нужно победителя с вами определить Все хорошо, хорошо Дальше идем еще Алиса, ищем, внимательно смотрим Все картинки просматриваем А, все, я все принесу Так, хорошо Хорошо Посмотри, Алис, еще внимательно Все ли ты картинки, как ты считаешь, принесла Глянь Если все, то присаживайся То же самое и Диме касается Присаживайтесь Итак, ну что, первый у нас справился Дима Давай-ка, Дима, твою стопочку проверим Так, здесь у нас что, Дима? Это? Бинт Бинт, конечно же, он наш первый помощник Таблеточки Это таблеточки Это? Ммм Ты же умеешь читать Это? Зеленка, я тебе подскажу Зеленка Это? Градусник Градусник Это? Ммм Это фонендоскоп Так? Йод Это йод Так, хорошо Давай посчитаем, сколько ты заработал здесь фишечек Две, три, четыре, пять, шесть Плюс Дима Одну фишку за скорость, за то, что ты справился быстрее Итого семь Держи свои фишки А теперь Алисе, мы посмотрим картиночки Это фонендоскоп, это бинт Это что у нас, Алиса? Йод Это? Градусник Это таблеточки А это зеленка Тебе, Алиса, шесть фишек Держи, пожалуйста Оп А, в общем, я победила Так, ну что, ребята, это первый конкурс Сколько заработали в первом конкурсе? Быстренько сосчитайте И мне скажите Шесть Так, хорошо А у Алисы сколько? У меня шесть Шесть Хорошо, практически равный счет Но я же говорила, что вы сильные соперники, практически равные бойцы Ну что ж, ребята, оставьте в покое коробочки А сейчас самое время для нашей последней встречи С нашим хорошим знакомым детским доктором Дядей Артемом Витальевичем Внимание на экран Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы снова с вами встретились И я очень рад этому Вчера мы узнали, что такое йод И для чего он нужен А сегодня я хочу поговорить еще об одном антисептике А именно о зеленке Кстати, антисептиками в медицине называют все, что способно противостоять бактериям и микробам Ребята, а вы знаете, для чего применяют зеленку? Для чего применяют зеленку? Чтобы рану замазать Так, обеззаразить, да, ранку? Да, обеззаразить Когда колено разбил Хорошо Когда кожу ободрал Молодец, Алиса Слушаем дальше, дядю А вы знаете, что сначала зеленку открыли не как лекарство, а как краситель для ткани И только потом узнали об ее целебных свойствах Человека, который сделал это открытие, даже произвели в рыцаре А называется она так именно за насыщенный зеленый цвет Применяют при любых ссадинах и порезах Один из главных недостатков зеленки – это ее красящие свойства Поэтому будьте осторожны, чтобы не вымазать одежду И, конечно же, обязательно, придя домой, спросите у родителей Есть ли у вас дома раствор зеленки? А на сегодня это все Я желаю вам удачи и, конечно же, победы! Итак, ребята, осталось наше последнее испытание не только на сегодняшний день Но и в целом в нашей с вами четырехдневной игре Суть задания вот в чем Я буду вам задавать вопросы, а вам необходимо будет максимально полно на них ответить Дам вам подсказку, что все ответы вы знаете Потому что в один из игровых дней вы слышали все, о чем пойдет разговор Итак, один правильный ответ стоит две фишки Если вас дополняет соперник, то одна фишка переходит ему Итак, кто начнет первый отвечать на мои вопросы? Хорошо, Дима поднял первую руку Давай тогда, Алис, передадим это право Диме Ну, тогда слушай, первый вопрос Об этом мы говорили еще три дня назад в первый соревновательный день Так что вспоминай, о чем мы говорили первый день Что надо делать, если вы упали, сильно расшибли коленки, а дома нет никого из взрослых? Позвонить, спросить, есть зеленка Допустим, нет телефона, с чего сам... Вот ты сам, ты должен сам решить эту проблему С чего ты начнешь? Что нужно делать в первую очередь? Обработаю рану Как будешь обрабатывать? С чего начнешь? Что самое первое сделаешь? Что нужно делать? Самое-самое первое Еще до того, как зеленку или йод взять в руки Вспоминай Промыть рану Промыть водой рану Правильно Потом, что еще нужно сделать до того, как взять зеленку или йод? Что нужно достать из ранки, если есть? То, что там не должно быть Песок Правильно, песок, соринки различные Так, ну а дальше что делаем? Вот почистили, промыли Что дальше нужно сделать? Обработать Чем? Йодом Или? Зеленкой Или зеленкой И в конце Что финальный аккорд нужно сделать? После того, как обработал Йодом или зеленкой Забендовать Наложить повязку Молодец Вспомнил Вспомнил, вспомнил Все, что нужно Поэтому Две фишки ты зарабатываешь Держи И клади в свою Копилочку Алис, следующий вопрос для тебя Это вопрос из второго соревновательного дня Скажи нам, пожалуйста Как правильно поступать Если в глаз попала соринка? Взять платочек И Достать Да, платочком Или чистой салфеточкой, да? А самое первое, что нужно делать? Глазки можно тереть ручками? Чтобы помочь руками Выйти вот соринка Сначала руки помыть Так, дальше Потом Взять платочек И Достать ее Да, платочком Либо чистой салфеткой Ну хорошо Вспомнил, ребята Значит, запоминайте Не трогаем грязными руками Не трем глазки Пытаемся достать Чистой салфеточкой Или платочком Если на верхнем веке Опускаем Верхней векой ждем А если Никак не получается Значит, звоним Скорую помощь По номеру 103 Третий вопрос Снова для тебя На эту тему Мы проходили с вами Вчера Говорили Что такое йод И в каких случаях Он применяется Рассказывай нам Лекарство, которое Рану обрабатывать Да Оно обеззараживающее вещество Да Да И для чего он применяется? Если поцарапался Разбыл колено Порезался Правильно Для обработки ран Царапин И садин Молодец Две фишки твои И последний вопрос Для Алисы Алисочка, слыши внимательно Что общего у йода и зеленки И ссадины И ссадины Так А чем они отличаются? Это у них такое общее свойство Они помогают А чем отличаются Эти вещества? Ну такое явное отличие Вот если взять Две баночки в руку То видно отличие Чем они отличаются? Дима Спокойно Я подумаю А пока ты будешь думать Мы будем у Димы спрашивать? Дима Чем отличаются йод и зеленка? Цветом Цветом Теперь расскажи про цвета Какого цвета зеленка И какого йод? Зеленки зеленого Так А йод красно-бурого Правильно Красно-бурого Молодец Ребят Снова делим фишки пополам Потому что друг дружке Вы помогли Молодцы Взаимопомощь Это всегда очень Даже хорошо Все Вопросов больше нет у меня к вам Присядь Дим Пожалуйста Присядь Теперь считаем фишки Сколько фишек вы сегодня В финальный день заработали Конкурсный Быстро сосчитайте И сообщите мне количество Итак Победителем по итогам Четырех игровых дней На этой неделе В стране безопасности Становится Как вы думаете Кто? Дима У него 44 фишки И второе почетное место Занимает Алиса У нее 32 фишки Ребята Сейчас я хочу вам Вручить подарки Которые вы заработали Очень упорной борьбой Алиса Это для тебя Я поздравляю тебя Ты очень хорошо играла А это подарок Дима Для тебя Я поздравляю тебя С победой Ребята Я вас поздравляю Желаю вам всего хорошего Но знаете Хочу сказать вам Самое главное Что как раз таки Не самое главное Это эти подарки А главная безопасность О которой после наших передач Вы Я надеюсь Запомните Будете знать намного больше Договорились? Ну что ж Я с вами прощаюсь И жду встречи С нашими новыми участниками А место встречи Остается прежним Это ваша страна безопасности Пока-пока До скорых встреч Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»